За этот период 13-месячной оккупации гитлеровцы не сидели здесь сложа руки. Немецкий командующий Таманской группировкой генерал Янеки был не просто генералом, он был генералом-инженером. И за этот период здесь, на территории Таманского полуострова, было построено мощнейшее оборонительное укрепление гитлеровцев, которое называлось «Голубой линией». Три линии обороны протяженностью больше 100 километров, в глубину до 30 километров. Сплошные бетонные окопы, доты, дзоты, надолбы, все это перепутанное колючей проволокой, заминировано на много рядов. Анапа находилась за второй линией обороны гитлеровцев, и освобождение Анапы происходило после того, как была взломана вторая линия обороны между станицами Раевской и Натухаевской. Сюда, в район станицы Анапской, прорвалась 5-я танковая бригада полковника Шуренкова с десантом на танках и завязала бои на окраине городов в районе станицы Анапской. Одновременно вдоль моря, в районе поселка Супцех, сюда к городу вышли две бригады морской пехоты, 107 и 81. Тоже завязав бои на окраинах города, они блокировали гитлеровцев именно в районе вот этих населенных пунктов Супцеха и Анапской. Ночью, когда гитлеровские войска были стянуты на окраины города, здесь в городе у нас буквально на пирсе и пляже города был высажен десант морских пехотинцев с маломерных судов. С болендеров, с баркасов, с маломерных торпедных катеров и так далее. И этот десант, в общем-то, решил, скажем так, судьбу города. Гитлеровцы были выбиты буквально из города в течение нескольких часов. Это происходило все в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года. Вот эти вот войска участвовали в обороне города. Достаточно большое количество здесь у нас похоронено морских пехотинцев, которые погибли во время отчаянного штурма буквально на пулеметы, которые стояли на пирсах. Здесь у нас на причалах порта и пляжах. Пляжи были, значит, заминированы, там была колючая проволока, вплоть до того, что даже в воде была колючая проволока растянута. И вот морские пехотинцы буквально на такие вот укрепления, на пулеметы прорывались прямо в город со стороны моря. Именно они решили свод сражения, именно поэтому город был захвачен так быстро. То есть в течение нескольких часов. Все это, скажем так, происходило именно 74 года назад, в ночь с 21 на 22 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова